Микс Ньюс Разворот У нас гости Ребята А это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радиоболтком 672 12 93 и 9 Здрасте дорогие радиослушатели Как всегда в это время в эфире Программа Разворот Напоминаю телефоны прямого эфира 672 12 93 и 9 672 13 93 и 9 Также к вашим услугам Чат на сайте mixnus.ru Студия Михаил Губин И кроме того Очень весьма внушительная компания Вот я вам сейчас перечислю Вы послушайте как это звучит Представитель Латвийско-торгово-промышленной палаты В Татарстане Член рабочей группы По организации бизнес-встречи Делегации Татарстана в Латвии Василий Флейшер Добрый день Здравствуйте Представитель правления Латвийско-российского бизнес-клуба Олаф Слутинч Здравствуйте Здравствуйте И руководитель латвийско-татара Башкирского культурного общества Чишма Зуфар Зайнулин Здравствуйте Здравствуйте И вот вы поняли Очевидно по Географической направленности Наших сегодняшних гостей О чем пойдут речь А речь пойдет о том Что с 5 по 6 октября В Риге ожидается с визитом Президент В республике Татарстан Входящего в Российскую Федерацию Рустам Миниханов И собственно Сидящего передо мной Уважаемые господа Они как бы Одни из организаторов Этого визита В Латвии Правильно я понял Да Совершенно верно Вот И я в связи с этим Конечно Хочется Я вот пытался вспомнить Когда еще К нам В Латвию В последнее время Приезжал глава Субъекта Российской Федерации Честно говоря Не мог вспомнить Можно мне говорить Что этот визит Исторический Знаковый В чем-то Он уникален Конечно В своем роде Это действительно Серьезный шаг И Скажем То что Такой визит состоится Ну это наверное Хороший сигнал К тому что Все таки Страны могут договариваться И хотят договариваться И есть желание договориться Да Вот я так понимаю Что у нас какие-то Вот кстати Вот обращаюсь к вам Зуфар Какие-то особые отношения Между Латвией Я помню Сабанту Был вот И слет татар Европейских татар Был вот Прошел в Вермонском парке Вот А почему именно У нас Или какая-то Община татарская Большая Или влиятельная Почему вот такое Ну это все вкупе И татарстан сам по себе И татарская община Латвии Начинали сообщение С 2003 года Еще здесь проходил Один из этапов Великого Волжского пути Перед тысячелетом Казани Приезжала делегация На теплоходе Около 200 человек Это очень широко Освещалось в прессе Взаимоотношения Встречи Затем Вот В 2013 году В 2014 году Латвия была избрана Первой страной Для проведения Первого европейского Сабантуя Татары всей Европы практически Съехали сюда В Латвию И у нас В Вермонском парке Проходил этот Сабантуй Да Баранели Я видел С очень хорошими С хорошими такими отзывами И даже Мэр города сказал Что надо Такие Сабантуи Проводить почаще А где кстати Второй прошел Второй прошел В Берлине В Берлине Татарстан Участвовал И С 2003 года У нас И Такие торговые отношения Налаживались И строительные И даже У нас Юрмала Является городом Побратим Казани Да Взаимоотношения Но все таки Из экономических Вот Все таки В России Очень много Субъектов Российской Федерации Почему все таки Именно Татарстан Я бы сказал Что мы в Татарстане Били Два раза То есть Мы Когда Я работал При посольстве Как торговым советником Латвии В течение Семь лет Я проработал Дважды Мы били в Казани Чем отличается Казань От многих Других регионов Не будем называть Но Вот Этой организованностью И то что Там совершенно Ну как бы Бизнес четко знает Есть понимание бизнеса То есть Если дали слово Что придут Значит Пришел полный зал Крайней мере Когда мы били в Казани Заинтересованность Забил Очень большая Переговоры Ну как бы Не отличались Вот такой Пустословием Иногда приходят Ради Ну Гости приехали Ну так пришли Тоже Нет там совершенно Эта организованность Была на самом Весоком уровне Да Даже Господин Меньханов Сказал Так У нас была Так С предпринимателями Сидели Возле Круглого стола И он сказал Так У вас интересует Транспортная отрасль Вы предлагаете Свои транспортные пути Пожалуйста Через две недели Все большие компании Будут у вас на столе Вы готовы Сделать презентацию Здесь Я сразу У всех По звонку Они будут все сидеть Ну Наши думали Думали Ну Насколько я знаю У нас все еще впереди А можете сказать Хоть вкратце Какова поездка Дня визита С кем будет встреча Кто приезжает Какая делегация Да Приезжает Непосредственно Сам руководитель Республики Руслан Нургалич Мениханов Приезжает Паран Министерства Промышленной торговли Приезжает Компания Руководство Компании Татнефть Приезжает Руководство Барсбанка Приезжает Компания Аммоний И соответственно Приезжает Протокольная часть Это Министерство Промышленной торговли И соответственно Руководство Аппарата Президента Руководство Протоколом Аппарата Президента Но Значит Это пока Базовая Базовый состав У нас Существует Да То есть Я просто Там 18 человек А Единственный Руководитель Торговой Помышленной Палаты Татарстана Шамиль Архимович Агеев Тоже будет Здесь Руководитель Агентства Агентства Развития Татарстана Тоже приезжает Сюда То есть Значит В принципе Состав Действительно Очень серьезный И самое главное То есть Они с нашей стороны Ждут сообщения Месседжа Что наши Бизнесмены Хотят Потому что Они готовы Приезжать В любом составе В любом количестве В любой направленности Бизнеса Готовы Перевести сюда Людей И бизнесменов Но Мы должны Понимать Что мы Хотим От этого От этой встречи То есть Не просто Допустим Чай и кофе Попить Но все-таки Наши бизнесмены Должны Тоже Откликнуться На это Сообщение На эту информацию И скажем Выдвинуть Свои предложения Кого бы они хотели Видеть здесь Со стороны республики Ну а если Судя по вашим словам Получается Что интерес Наших татарских друзей Гораздо больше Чем 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 обратный Если так сказать Вы знаете Может это невольно Но так прозвучало Я думаю Что интерес Есть и Латвии Потому что Мы конечно Все равно Находимся Под каким-то Прессом Информационным И не надо Это забывать Что Все сидят В блиндажах В окопах И надеются Что это Когда-то пройдет Что какая-то Будет Оттепель Наступит Я бы Сказал бы так Чтобы оттепель Наступила Нам нужно Самим Шевелиться Нам нужно Самим Стараться Искать Контакт Искать встречи Искать возможности Сотрудничества То что Делегация солидна Это несомненно Она и солида Интересна И поэтому Многие бизнесмены Которые может быть Еще не сориентировались С нашей Ну с латвийской стороны Как презентовать себя Нужны ли они Татарстану Я думаю В этом случае Нужно делать шаг вперед Добиваться встречи Потому что Круглый стол Состоится 6 октября Будет обозначено Официально На сайте Министерства финансов И Министерства экономики Эта информация пройдет И точно так же ЛИЭБ будет делать рассылки Будет обозначено Время Где можно Сделать заявки И Скажем Приходить на эту встречу И презентовать Свои проекты А вот помимо бизнесмены Проверили заинтересовывались Легко-нискостарственные структуры Президент Премьер-министр Там Вы можете уже говорить Будет ли какие-то Будет ли они встречаться С гостем Не могу вам сейчас сказать За руководство Республики Это будет непосредственно Понятно На момент Перед самим моментом Приезда Потому что все равно То есть Уставник Галиевич Сам по себе Он достаточно открыт К диалогу И точно так же Открыта и республика К любым разговорам К любому сотрудничеству Как сказал Олов Республика Татарстан Достаточно четко Бизнес-ориентированная Структура И надо понимать Что у них Скажем так Они готовы двигаться Готовы двигаться В любом направлении Где есть Экономическая выгода Поэтому С их стороны Это конечно Очень большой шаг Очень сильный приезд И теперь надо С нашей стороны Надо не ударить Грязь лицом И скажем Постараться нам Скажем Сделать точно такие же Предложения республики Чтобы не было Скажем так Нам обидно За то что приехали делегации Мы не смогли ничего показать А я скорее всего думаю Что в атфийском бизнесе Есть что показать Республике Татарстан И есть чему Где какие точки соприсновения Они найдутся всегда Ну не будет ли вещать Над ними какая-то Политическая политика Вот то что Страх российских денег Что вот Ну вот страх этого С востока Каких-то там Вот партнеров Сегодня у банков Столько инструментов Чтобы Скажем так Деньги окрасить Любой флаг Любой страны Что мы сейчас Даже не можем понять Какие деньги Проходят И какую природу Они имеют Поэтому Надо бояться Не страха Российских денег Надо бояться Наверное Больше всего Передумать о том Чтобы как бы Мы не испугались Собственные тени То есть Надо просто брать И делать А там уже Разберемся То есть Сама ситуация Должна подсказать Что нужно Первое Что нам нужно делать Это шевелиться И идти на следующий До другого А что может Вот Сейчас мы Наверное Сейчас уже В этом Не успеем Эту тему В этом получать До перерыва Развит Но все-таки Что Что мы можем Что наши Республики Могут дать Друг другу В экономическом смысле Глобально Это Латвия всегда Презентует Эта логистика А второе Не надо забывать Что есть очень хорошее направление Туристический бизнес Третье Возможно Не раз поднимался вопрос Об организации Авиаперелета Рига-Казань Но это в принципе Взаимосвязанные вещи Поэтому я думаю Что и банковский сектор И скажем Какие-то технологии Которые Татарстан Всегда Очень хорошо Применяет у себя И ищет новые Скажем так Варианты Применения То есть Поиска нового Поэтому я думаю Что вот это Вот направление Они будут Ну скажем так Озвучены И наиболее Интересны Ну нужно Также понять Что все-таки Конъюнктура рынка Изменилась За последние пять лет Очень сильно Это связи С падением рубля И что способствует К экспорту России И в том числе И республик Там полностью Поменялась конъюнктура Ко мне часто Обращались И спрашивали Вот дайте Контакт Людей Которые принимают решения Так вот же Они приезжают Вот Те люди Которые принимают Решения по бизнесу Но тоже Следует Так же подумать Не просто пытаться Им что-то Продать Вот Продали Забыли Бизнес Всегда идет Речь о зарабатывании Денег На экономическом основе Поэтому все-таки Эти бизнес предложения Должны Содержать Интерес Чтобы им это было Тоже интересно Не просто Продали И сбежали Поэтому Ну вот тут мы Самый такой Болезненный вопрос Приступаем Это Эмбарго Соответственно России И ответственная Эмбарго 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 России Как в таких Можно налаживать Бизнес Именно в таких Неблагоприятных Обстоятельствах Ну сейчас уже Приходится говорить Что нету Одной такой Политической Мисли Что вот именно Вот сейчас Тень там Нависла над Сотрудничеством Нужно понять Что рано или поздно У нас рядом Крупнейшая страна Да Где люди хотят Жить Кушать Каждый день Одеваться Путешествовать Получить медицинские Услуги Поэтому Спроса Еще никто Не отменил И Меняются Конъюнктуры рынка Конечно Из-за санкций Меняются Но Это Сказывается И на бизнес Но бизнес Не должен останавливаться И те страны Которые торгуют Они как правило И не воюют Поэтому Я вижу Что рано или поздно Мы вернемся К сотрудничеству С Россией Санкции Они никогда Не вечны Как и Хорошие времена Никогда не вечны Поэтому я думаю Что Следует Вот именно сейчас Работать вместе Сейчас уже Можно как-то Договориться Что-то намечать В ожидании Когда Когда изменится Политическая обстановка Геополитическая У нас По сути дела У нас политики Никогда не запрещали На прямой бизнес Не было такого Телефонного права Что позвонили Сказали Вот прекратите С Россией работать Здесь все-таки Демократичная страна И бизнес Работает сам По себе Еще определенная Категория товаров Которые не могут Экспортироваться Импортироваться Это да Может быть Скажу тоже Мысль То есть они не ограничены Только товарами Есть новые технологии Которые пришли Из Европы В Латвию Есть инновации Новые Сейчас вот Под Казани Строится город Иноград В котором Собираются Очень талантливая Молодежь Айтишники И любые инновации Вы должны были приехать Когда на Сабантуй То есть один из вопросов Был это Найдите нам новые инновации То есть новые идеи Технологии На лету будут Расхватываться И внедряться То есть я знаю Как эти вопросы там решаются То есть если Они приедут за стол И скажут Давайте работать Значит это моментально Начнется работа Не такое что Переговоры там Месяц Два Полгода Микс Ньюс Говорим мы вот О ожидающемся Пятого Октября Визита в Ригу Президента Республики Татарстан Рустама Миниханова И в студии у нас Напоминаю Представитель Латвийско-торговой Промышленной палаты В Татарстане Василий Флейшнер Руководитель Латвийско-татаро-башкирского Культурного общества Зофар Зайнулин И председатель Правления Латвийско-российского Бизнес-клуба Олаф Слуцинш Еще раз Здравствуйте И так вот Кстати вот Приезжает к нам Президент Рустам Миниханов Вот предыдущего Президента Татарстана Господин Шамин Как-то все знали Такой был Татарстан Татарстана А что за человек Ну президент Татарстана Кто-то знаком Он же не так давно Кто-то знаком с ним Ну скорее всего Это вопрос К Зофару Да Потому что Скажем так Вот кроме того Что он автогонщик Управляет вертолетом Чемпион Многочисленных автокроссов Я больше Как-то ничего Про него не знаю Честно Кто-то у своего Все прекрасно Видят Деятельность Рустама Миниханова По экономике Татарстан Это один из самых Бурно развивающихся регионов В технологиях В экономике В айтишной технологии Банков в системе В строительстве В транспорте То есть Дороги в Татарстане На порядок выше Чем в соседних регионах Там по всем направлениям Идет очень сильное Бурное развитие Человек этот Очень энергичный Я вам бы сказал Ядерный реактор То есть Он видит идею Нормальную идею Он за нее берется И она сразу же Исполняется Просто-напросто Я наблюдал его Как человека Если так вот Как человека Характеризовать его Этот человек Наверное Как вот Самураи служили Своему Сегуну Готовы были Умереть за него Да Вот так Этот человек Настолько Авторитетен И порядочен Честен И работоспособен И вокруг него Такая же команда И нужно относиться К этому визиту Не так Что вот приехали Какие-то там Татары Да Надо относиться к тому Что это очень Развитый регион На научном плане И там только В самом Татарстане 30 высших Учебных заведений То есть Это умные Грамотные люди Которые работают По всему миру По всей Европе То есть Кстати И организовать Какой-то визит Нет проблем Для них Где-то 2007 год 2008 год По-моему Когда он приезжал На гонки Рустам Дургалевич Он всегда спрашивает Что интересно У вас в Латвии Там только начинался Разворачивался Ремонт ЖКХ Говорит Вот ЖКХ Ипотека Тоже только начинала Надо к вам Послать делегацию И через Буквально 3-4 месяца Самолетом Пролетело Человек 30 Наверное Встречались в Думе У нас в Латвии Очень хорошо встречали По разным комиссиям В министерствах Они приехали Сразу же То есть Как-то осветновлены Татарские партнеры Что собственно Ждать от Латвии Можно быть От латвийской экономики Что у нас тут есть Потому что Я вспоминаю Такой случай Может быть Курьезный Который произошел Спокойным Ныне президентом Узбекистана Когда в 90-м году Был самый первый визит Гонте Соломани С об Узбекистан То тогда До 90-х годах Где-то было В начале То тогда Президент Пройдется речь Что мы ждем От Латвии Радиотехники Поездов То есть Чего уже В Латвии практически Не было А он как бы Еще по инерции Я понимаю Что сейчас Ситуация глобально Изменилась И знают Растаяние люди Собственно Чего ждать И по вашим словам Они могут нам Предложить Какие-то конкретные Товары И технологии Инновации А у нас Их интересует Что логистика Пути Порты У нас тоже Очень много инноваций В Латвии Когда ты Развивался с этим вопросом То есть Они тоже могут Заинтересовать То есть Если они заинтересуют Это сразу же Получится контакт Бизнес-контакт И будет работа Можно развивать Все что угодно То есть Главное Заинтересовать Этот регион Регион богатый И очень Работоспособный Возвращаясь К вопросу И чтобы поддержать Тему Работоспособности Региона Я уже Не хочу Рассказывать Нюансы Как быстро Проходят документы И как Работает Госаппарат Республики Но У меня опыт Работы В республике 9 лет То есть Я достаточно Не плохо Знаком С внутренней политикой Знаком С людьми Которые в бизнесе И вот Как раз По поводу Того Что У меня Образовалось В определенное Время свободное Ну скажем так Захотелось Сделать что-то Полезное И мы Как раз В 2013 году Создали Меморандум О сотрудничестве Между торгово-промышленными палатами Татарстана и Латвии И был подписан Меморандум И Шальмир Рахимович Магеем И Янисом Энзишем Было подписано И организовали Комитет Татват То есть Мы условно Его назвали Где Скажем В соглашениях Этого комитета Существуют Представители С нашей стороны То есть Я в данном случае И существует Представитель С другой стороны Это Один из руководителей Татарстана Артур Сергеевич Николаев И Наша задача На сегодняшний день Это организовывать И поддерживать Любой бизнес Любые пожелания Любые начинания Которые Скажем Может быть Не имеют своего Скажем так Дела Которые может быть Своих разведчиков Которые могут отправлять И стратегические Какие-то планы рисовать А именно Для задачи Для решения задачи Среднего малого бизнеса Поэтому Для людей Которые хотят Найти контакт И понимание В республике Завязать свой бизнес Они могут смело Обращаться И у нас есть Специальная страница Tatva.business Где есть информация И наши контактные данные Могут любые заявки Бизнес Сумяясь на конце Бизнес Да Бусинес Два С То есть Это английский В английском произношении Поэтому люди могут Скажем Легко найти нас В интернете И подать свои заявки На встречу Непосредственно На 6 октября Которое будет Организовано Латвийским агентством Институции развития И соответственно Если вы там не найдете Эту информацию Как подать заявку То можете Ссылаться Смотреть на эту страницу Наши данные Мы эту информацию Передадим И со своей стороны Мы постараемся Подготовить Симметричный Приезд Бизнеса С Татарстана И точно так же Татарстан Который подает Свои заявки Мы этот бизнес Готовим Бизнес-контакт Готовим со стороны Латвийской стороны А вообще Со стороны именно Бизнеса Бизнесмена Представители Как сказать Деловых кругов Насколько велик Интерес К академическим Отношениям С республикой Татарстан Вы чувствуете Это как-то Вот обращается К вам Вы знаете Обращается Если народ Информирован То не было Ни одного Случа И до того И сейчас Что реакция Есть Вопрос только Вопрос желания Скажем так Максимально Информировать Бизнес О том Что такая Делегация Состоится И кроме того Что информировать Надо еще точно так же Информировать бизнес О том Что это не 90-е годы И не 2000-е И правильно Сказал Зофар И Ов Что сейчас Ситуация Очень поменялась То что у нас Раньше Мы казалось Что там Владели Информацией Скажем так Из агиток Европейских То есть сейчас Конечно Россия Особенно регион Татарстан Он максимально Скаканов вперед Это инновационный регион И с которым Надо работать И нужно работать Что мы найдем Или как мы найдем Это вопрос Уже Компетенции Бизнесменов Они должны Точно так же Планировать Для того Чтобы их предложения Были экономически Выгодными И искать подходы Для того Чтобы мы были Привлекательны Для этого региона Вы со своей стороны Тогда просто Обеспечите им Какие-то контакты Совершенно верно То есть И обеспечиваем контакты И будем максимально поддерживать Василий Наверное Это не какие-то контакты Это контакты С первыми лицами Которые позиционированы На бизнес На работу То есть здесь Если завязывается контакт Он Уже не надо проходить Там какие-то цепочки Взаимоотношения Там знакомства Прямо здесь Познакомился Договорился И дальше Или сразу работай Или Переговариваешь Уже едь Заключай контракты То есть Как я понимаю Все-таки Ну хорошо Вас смущает скорость То есть непонятно Скорость Я вам расскажу Про скорость Мне звонят Из Татарстана Когда визит организовывал В пятницу В 4 часа дня И говорят Мы в понедельник Вылетаем к вам Самолетом Значит Рустам Рустам Приказал Делегацию Послать В понедельник Говорю Подождите Говорю Надо договориться В Латвии С латвийской стороной Нужно Визы сделать Программу составить Нам приказали Все Вперед Я еле-еле Их отговорил Говорю Так не получится Ничего То есть Вот так решаются Вопросы Тут еще Боже Страшница Менталитетов Имеется Ну Немножко Энергичный район Я скажу Наверное Наиболее часто Задаваемые вопросы Что мы можем там И что они хотят здесь На самом деле Совершенно четкого ответа Нету Почему Потому что Все что мы можем делать Мы можем открыть Интернет сайт Посмотреть Что там Как бы пишут Но что на самом деле Из себя представляет Бизнес Это Никак иначе Как нужно встречаться Нужно эти связи Налаживать На культурном На экономическом На политическом Уровне На всех уровнях И тогда Можно только понять Что мы можем Предложить Что им интересно Потому что У каждого региона Своя специфика Такого нет Что Вот просто Что-то Универсальное Есть Потому что То что есть Универсальное Оно везде доступно И по понятной цене Просто Тогда есть цена И качество Да А если мы хотим Уникальные проекты Я не зря упомянул Что у нас Вот Поскольку Рубль потерял Сильно в ценность Очень сейчас Идет интерес К экспорту Со стороны России Это не нефть То есть Конъюнктура Полностью поменялась Есть масса продукции Которые востребованы На западе Под тем ценам Которые могут Предложить Те же самые Изделия Разные Из Из древесины То есть Те же самые Резины Металла В принципе Сейчас Там совершенно Ситуация другая И эти звонки Поступают И ищут Вот Способа выхода И Латвия На моем усмотрении Прекрасная площадка Для выхода И на европейский рынок И на Мировой рынок Поскольку Мы Понимаем И культуру И можем общаться И на русском языке Поэтому И тут доступны И фонды Поэтому Это прекрасное Начало Чтобы Начинать Все таки Экспорт И это мы можем Понять А нефть тоже ведь Ведь как я знаю Президент Он же тоже Он как-то имел Отношение И тоже к нефтяному Дисклицу Нефть это очень Политический вопрос Понятно Там Ну Это Это можно сказать Это Не для Ну как сказать Не для среднего бизнеса Это все таки По большому политика Но ведь Татарстан Это же нефтедобывающий регион Да Но надо понимать Что нефть Это у нефти Есть еще сопутствующие Продукты Да Поэтому Мы все упираемся в нефть Потому что Это самое финансовое Максимальное финансовое Поступление Ну в бюджет Но с другой стороны Надо понимать Что есть нефтепеработка И при которой Образуется достаточно много Всякого сырья То есть это Начиная даже Вплоть до пакетов Для чипсов Где тоже используются Вот эти вот Углеродные материалы Полиэтилены Полиэтилены Полистиролы Поэтому Здесь надо Республику узнавать То есть Не приехав Не познакомившись Не покопаться там Это В интернете Действительно Этого не найдешь Тем более Не все могут Максимально четко В интернете Передать свои мысли Свою информацию Поэтому Для того Чтобы узнавать Республику Нужно делать движение Нужно ехать туда И смотреть И щупать И пробовать Да Но мы вот поняли Что со стороны Высших правительств Там Ну вот На что вы говорили Насчет Возможных встреч А вот Насчет Руководства Нашей столицы Я понимаю Руководство Рижского свободного порта Как понимаю Там тоже будут Какие-то встречи Скорее всего Встречи запланированы Они состоятся И это задача Конечно Уже Рижского свободного порта Потому что Я думаю У них есть ресурс Возможность Себе презентовать В каком они В виде Будут презентовать Я это конечно Сказать не смогу Но встреча Скорее всего Состоится Да Ну вот я понимаю Что такая напряженная Повестка дня Всего один день А президент Отрастан Он совершит какую-нибудь Прогулку По нашему Прекрасному городу Будет хайц Или это уже совсем Не будет времени Ну скажем так Это два дня Одна ночь Которую он здесь приведет Скорее всего Что это будет Зависеть от его Скажем так Желания Но опять-таки Знаю Что он человек Спортивный И скажем Любопытный И любопытный До всего Что может быть Ну скажем так Приглянуться ему И то что можно Использовать в республике То скорее всего Что наверное У него будет Возможность прогуляться И советники Которые рядом с ним Скорее всего Что-то будут уже знать И куда-то может быть Его и Что-то ему посоветуют Ну вряд ли Но он пойдет На Бикеринскую трассу При том что он Автогончик профессиональный На Бикеринскую нет Но скажем так Но что-то Может быть Какие-то вопросы Появятся Вот про музей Вот я думаю Надо ему сходить Извините Что я советую Не могу сказать За Руслан Галевич У него есть советники Которые с ним Находятся постоянно И они скорее всего Что-то будут уже Планировать Ну мы и сакцентируем Внимание на это Может быть И политическая составляющая Такая в отношении Допустим Латвии Как представитель Татарского общества Татарского общества Я участвую В конгрессах Съездах Конференциях И всегда мы говорим О Латвии Что Латвии Мы любим татары Живущие в Латвии Чувствуем себя комфортно И поэтому имидж Такой он Про Латвию Очень хороший То есть Это тоже будет Способствовать И не обояться Моя татарского общества Была создана Одна из первых Еще там Это 1988 год И первым Представителем Был мой отец И вот эти связи Они до сих пор Как бы существуют Сейчас он живет В Башкортостане То есть отношение Очень хорошее Добожелательное А сколько вот членов В вашем обществе Татарского Или оно не одно У нас Татар Три с половиной тысячи Находят здесь В Латвии Да Есть еще общество Но все выполнения Одной и той же функции То есть сохранение культуры Татар и башкир В Латвии То есть Я считаю Что я всегда пропагандирую Что человек Который любит свою культуру Он будет любить И другую культуру И с уважением К ней относиться Это постулат Который Не подлежит сомнению То есть Тут никаких особых Нет проблем И с отправлением Религиозных культов И как Полная свобода Веросповедания Она соблюдается Да То есть Пожалуйста Если хотите построить мечеть Пожалуйста Постройте А что ж не построили Ума такая В принципе Небольшая И пока достаточно Нам этих помещений Которые есть Может когда-нибудь Назреет Такой вопрос Что надо будет построить В принципе Даже Из властных структур Были такие Мнения Что одна мечеть Вот Чисто такая Вот Не помешала бы В Латвии Для того Чтобы показать То есть это не потому И не построили Потому что Какое-то противодействие Со стороны власти Нет Никакого противодействия Нет Пожалуйста Соблюдайте Законы И делайте Даже мы участвуем Мечеть даже участвовала В том Чтобы посещать Мусульман В местах заключения Где мы говорим О том Что мусульманин По Корану Должен соблюдать Законы Той страны В которой проживает И Очень хорошо действует Боятся ислама Немножко Мусульмане Традиционную Татары Традиционные Мусульмане Но даже Если брать Латвию Чисто То что Должен делать Мусульманин Критическая ситуация Запретили Ислам Он просто Должен покинуть Эту страну Вот Все То есть Миролюбие Ислам Вот такое Я понимаю Как бы все Вот эти Обсуждения Запретов Там Ношения Женской Одежды Мусульманской Это вас не касается Совсем Здесь Да Практически Да Вот тут Такие разговоры Некоторые депутаты ведут Но этот Я думаю Анахронизм полный Да То есть Какой головной убор Носить женщине Вуаль Шляпку Платочек Да То есть От этого Она хуже Не становится Только лучше Да Если женщина Ходит полуголая Это тоже Не совсем правильно Да То есть Мы унижаем Этим женщину В принципе А если женщина Одета Аккуратно И не броско Она пользуется Большим уважением Да Мы конечно Немного отвлеклись В пользу В гостях Руководитель Татаро-Башкинского Волитурного общества В целом То есть Что Как я уже говорил С 5 октября В Риге Ожидается Визит Президента Республики Татарстана Рустама Мениханова И у нас в студии Были люди Которые Занимаются Непосредственно Организацией Подготовки Этого Визита Представителя Латвийской Торговой Промышленной Палаты В Татарстане Василий Флэшер Руководитель Латвийско-Таро-Башкинского Турного общества Зоффа Заявки со стороны Республики Татарстан Точно так же Мы эти заявки Формируем Здесь со стороны Бизнес-энов В Латвии Да Ну я надеюсь Что все Пройдет Хорошо Будет Не только Хорошая погода Но и бизнес Климат Соответственно Благоприятный Очень бы хотелось Будем ждать Спасибо Спасибо большое Всем кто нас Слушал Перед программой Вел Михаил Кубин